Ой, извините, что я там нажал? Ничего не нажал? Ничего Хорошо, на тебя я избил Ой, это музыка, она меня убивает Да, она потом, по-моему, переменяется Да, да, потом она еще запоет Так, мне интересно, здесь у нас яркость какая надо? Где яркость вообще? Игра может Да мы, кажется, налаживали яркость Что ты делаешь, я хочу просто проверить Мы наладили ее? Да, мы ее наладили, все, круто Все Так А, черт, извини, это изменил Все, 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 забирай, забирай Итак Всем здравствуйте С вами Лавик Негачей И мистер Фрейд тоже мимо проходил Погоди, смотри, 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 прикол Луна потекла Ну она и движется А, ну есть какой-то странный отцвет от нее Наверное Да не отцвет, она была чуть ближе к скале Или у меня глюти Не, просто скала двигается Скала двигается? Просто все двигается Просто у нас пьяный Водитель Оператор А, ну да Поэтому все двигается Хотя Ну, наверное Так задумывалось Нам, наверное Надо Зашторить Чтобы лучше видеть Критуса Кратоса Да Зашторить надо? Зашторь Хорошо Сейчас я Зашторю Музыку оставим Пускай послушают Аж Пускай у нас Пиратские права Это В смысле Авторские Пиратские права? Пускай у нас пиратских прав лишают Пиратских прав ни у кого нет Мы просто Сами их Берем Потому что мы пираты Мне просто Реально Вот этот вот парень Напоминает Как Кретус в камеру смотрел Это была такая тема Это бог войны По крайней мере В двух частях Наверняка В третьей тоже Я в третьей не играл Там он В первом менюшке Пялился в экран Вот Такой же суровый Правда это больше на корейца похоже Он странный Он на вампира похож На вампира? Так, все Отныне Это бог войны Кореец и вампир Это корейский вампир У которого Знаешь У меня такое ощущение Что у него Механичка На теле А, ты имеешь ввиду Молния Молния Что же Что он может Расстегнуться И снять По-моему Это даже не кожа Причем Снять с себя мускулы Может это куртка Скорее всего Это куртка Господи Это Ладно Неважно Это Дьявол в куртке Такого мы еще не видели Но это же Снежный дьявол Поэтому Ну и Может быть Они не настолько Морозоустойкие Господи И тут короче Ловец Время как себя Понесло Это игра Халат Он же Халат Да Игре Хана Потому что Ее название Похоже на Чертов Халат Поэтому она получит От нас по полной А вы как всегда Поговорили Кто-то из вас Как всегда Будет Возмущаться Какого черта Вы творите чушь А мы скажем Ну это не чушь Это халат Вы тут при чем Ребят Ну мы просто Прикалываемся У нас такая манера Так что Да и причем Не всегда Я не могу сказать Что мы просто Когда даже Не знаю Там Режут ребенка Мы такие Ахаха Нет такого у нас нету Само собой Так что нет Мы довольно адекватные Относительно Давайте с юмором Относиться Так что С юмором Потому что Это было рассчитано На то как с юмором Ну В общем Игре Халат Я думаю Можно начать Даже новую игру Потому что Там есть Предисловие А мы потом Можем пока Вот это первое гуляние Что-нибудь еще сказать Но Одно скажу Игра основана На случае Под названием Ну Инцидент На перевале Дятлова Ну Я думаю Половина из вас Как минимум Слышали Но сейчас Те кто не слышу Увидят предысторию Я тем более Не слышал Вперед Не продолжить Не продолжить Новая игра А Тьфу Блин Запуск Новую игру Текущая игра Да Да Теряйся Игровой процесс Места Где вы нашли записку Будут отмечены На карте Карта у нас все таки будет Это хорошо Потому что Мы немного играли И никакой карты Я что-то не заметил У нас Вообще инвентаря Не заметил Посмотрел На то как выглядит игра Мне напомнило Half-Life И напомнило Сорса Наверняка Это нихрена не на сорсе Ну черт знает Так ну что Мы сможем это читать Я постараюсь Наверное 56 лет назад Россия Северная часть Уральских гор Группа Из девяти студентов Уральского политического Института Отправилась Сложной экспедиции На горе Артодьян Политехнического А не политического Сначала их путешествие Шло по плану На седьмой день пути Ухудшилось погодные условия Они заблудились Им пришлось разбить ладерь На склоне горы Халат Сиакл Этот привал Стал для них последним Три недели спустя Когда семьи Не получили сообщения Об успешном завершении похода Из Екатеринбурга Были отправлены Первые спасательные экспедиции Фу В честь я успеваю пока Угу 25 февраля 1969 года Был найден заброшенный ладерь Палатка была разорвана И засыпана снегом Все вещи группы Остались внутри Дальнейшее изучение показало Что палатку Разорвали изнутри Судя по следам поблизости Члены группы Бегали босиком Что-то такое Это указывает на Лихорадочный побег Напуганных до смерти людей Две цепочки следов Вели к Лесистому участку Ниже по склону Спасательная команда Нашла импровизированный костер И два тела На них Был только тепло Я не успел В панике В гадире Они побежали Что могло их так сильно Не пугать Следующие три тела Нашли в районе Несколько сотен метров От первых У одного из них Был пробит череп Несмотря на отсутствие следов битвы Борьбы Борьбы Ну одно и то же Только весенние Тайни После Короче Туристов Из-под Льдом и снегом Достали Еще были странные Результаты Были обнаружены Серьезные внутренние травмы Возникшие в результате Чего-то по характеру Транно напоминали И повреждений синяков Не было Для исключения Вырванного языка Одной из жертв Странного Чего-то Охранения Я ненавижу этот текст Среди теорий Было наполнение Стоиместных жителей Инопланетян А также Сход лавины Но каждая теория Вызывала Еще больше вопросов Истинная причина Этого трагического Происшествия Не установлена По сей день Что же произошло На самом деле Возможно Ответ на этот вопрос Еще ждет Под глубоким снегом Что-то такое Да, глубоко под снегом Читать Чтобы он сдох Этот текст Ненавижу Да, это непросто Ужас Причем Он слишком мелкий Да дело даже не в мелочи Я просто не успеваю Я нервничаю Когда особенно хренов Погоди Ты как-то увеличила? А, это на мышку? Да, да Это на мышку На правую кнопку, да? Угу А, понятно В общем Да Я еще хотел Очень быстренько заметить Пока От этого самого Отступления Впечатления Еще не прошло Хочу быстренько заметить Что там В какой-то момент Когда показывали Лица Мне это сильно Напомнило Стиль Как раз Советских Плакатов Некоторых Там я точно не знаю Я не знаю Всех художников Плакатов по имену Но вот какие-то плакаты Мне это точно напомнили Кажется, даже Маяковский рисовал О, Маяковский? Так он еще и художник немного Да? Он рисовал Пропагандистские Плакаты? Да Обалдеть Слушай, а как ты, кстати, отнесешься Если я тебе мышку Очень сильно замедлю? Зачем? Просто, чтобы было Гораздо более плавно Оглядываться Хмм Давай в следующей серии Ладно? Ладно, хорошо Я не хочу прерываться Ладно Ну, я не это имел в виду Прямо здесь из настроек Ладно, потом попробуем Значит В общем, у нас Тут какие виды мы видим Красивые виды, честно говоря Игра Ну вот По крайней мере Предметы на отдалении Выглядят почти как фотография Так что Очень круто Мы Не так часто видим Совсем новые игры Так что впечатляет Ну, тем более Совсем инди-игра Да еще и какая она Там, польская? Польская инди-игра, да Так что Я думаю Ну, они много сыграли финансов А Я просто думаю Что эта игра Все-таки Хоть и выглядит Очень красиво Но я думаю Что Каким-нибудь там Совсем мега Современным Дьявольским Красивым играм Она должна уступать Хотя я, конечно, не уверен По крайней мере Ну, качество картинки Да Оно довольно высокое Мы, тем более Настройки постарались Выставить повыше Она хоть у нас Смотрели там Записью Тормозит Такое как Ну, не особо сильно Ну, думаю Ладно Главное, чтобы картинка Прям совсем хорошая была И черт побери Кстати, куда мы приехали-то вообще? Мы приехали Ну, собственно На саму эту На саму эту гору Да Калату Просто Меня совершенно Поражает Что здесь вообще Никого нет Какого-то черта А, я здесь, кстати, смотрю Очень интересно А зима А тут На самом деле Место трагедии Перевала Дятлова Сейчас активно Посещается Всякими Туристами Туристами, да И никто, блин Не умер За все это время А посещается давно Они еще и старались Умереть, может? Я думаю, нет Никто там не старался Умереть Я имею в виду проверить Знаешь, не в смысле Я приехал умереть Господи, как же она орет Мне причем Вот данная конкретно Грузная музыка Не то, что сильно впечатляет Скорее Раздражает Лично меня Да Но я понимаю Да, да Я, как всегда Ломаю всю атмосферу Но что я могу? Музыка Приятная Но скорее Это слабая часть Пока что Ну, по крайней мере Если Если говорить Про вот эти напевы То да Посмотрите на эту елку Она чертовски Хорошо выглядит издалека Конечно, если подойти На Скоримскую, похоже На Скоримскую Ну вот Ничего особенного Как будто там Не знаю Что-то непонятного сделано Ну, это прикольно И на самом деле Да Подобные деревья Я помню Были даже в этом В обливионе Но даже тогда Они меня страшно впечатлили Ну, просто потому что Тогда графика была Довольно актуальна Мы так поняли Что это игра Бродилка Типа этого нашего Запаса, например Ну, то есть У нас теперь будет Запас и халат Да-да Запасайтесь халатами Ой, не надо Не надо Запасаться халатами? Да Этот ублюдок Не умеет прыгать Я знаю Попробуй присесть Зато Приседать-то он умеет Да, действительно Прикольно Очень хорошо Хорошо Игровый Выглядит Да Активно это место Посещается туристами Никто не умер А что я хотела сказать-то? То, что активно Посещается туристами Никто не умер А что ты говорил? Я же это По какому-то поводу Сказала Не знаю Это был странный глюк Кстати Только что Ну Наверное Это Те немногие глюки Из этого Шадоу А Да-да Кстати-кстати Мы На самом деле Пытались записывать Это все Фрапсом Может быть Вы Кто-то знает О чем речь Может быть И скажет Что Фрапс Это отстой Но Я хочу сказать Что Фрапс Мне нравится По крайней мере Когда он вообще работает А в данном случае Мне игра сама сказала Что Фрапс Конечно С нашей игрой Всегда крашится Сам по себе Вот Поэтому Вы используете Windows Что-то там Я думаю Ну нахрен А попробуй Вот Вероника говорит А попробуем Shadowplay А ну давай Shadowplay Это короче Запись Короче Которая От NVIDIA А смотри Там Туннель Завален Нет А Это не туннель Не туннель Это дальше Кость стоит Кстати опасно По путям Ты ходишь Да Здесь нет никого Я вообще не понимаю Какого черта Ты здесь находишь Мне кажется Что ты вообще Дух какой-то Я думаю Сюда А вот К чему я это говорила К тому Что ты говоришь Что я тут одна Ну наверное Парочка людей Действительно Живут в этих Самых домах Это действительно Наверное Все поселение Которое Рядом С самой Горой Тем более Действительно Недалеко От места Трагедии Было Поселение Ну и наверное Есть до сих пор Очень интересно Они постарались Его скопировать Или просто Придумали Что-то свое Я думаю Придумали Это Это лучше Ну это Не похоже На что-то Нашенское Угу Поляки Разбираются Кстати Да Должны Разбираться А Ну вот В общем Я думаю Тут полно народов Все-таки Не зимой А Ну это логично Это логично Зимой тут Потому что Умереть можно Ну представляете 35 градусов Мороза Это еще Нормальная Наверное Температура Для этого места Там конечно Температура По-другому Ощается Я честно говоря Не представляю Где это находится Я был разве что В Карелии И знаю что В Карелии И то морозы Какие-то совершенно Жуткие Но есть конечно Прям метель Метель Угу Я вообще не знаю Где Карелия Карелия Да это просто Севернее Петербурга От Карелии До Карелии Забывают ветры белые Забывают ветры белые Путь дорогу не найти Или как там было Ты кстати Периодически бегай Что ты все Пешком ходишь А я забыла Что тут бегать можно На шепте Да Он правда Очень быстро устает Так я немного Уже правда заблудилась Ну опять просто вернусь Просто иди туда Опять по дороге И все И пошли уже по сюжету Хорошо Потому что Мне кажется Здесь еще больше Все замело Или возможно Это глюки Да Вот что за черная штука была Да не в окне Вон там Видишь Видишь Странно Смотри Это глюк Это просто световой эффект Но очень стрёмный Подураски сработанный Побежали Побежали Мы тут кстати Долго бегать не можем Ну как Как и в запасе Отпускай 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 Ум плохо Я отпустила Реально? Отпусти 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 ход Пускай отдохнет Вот теперь пошли О Пошел Побежал Какой молодец И опять отпускай Чтоб он не офигел Вот как-то так А прям всегда Остановиться Необязательно Если ты ненадолго Будешь бегать Если ты вот будешь Быстренько отпускать То он быстренько Придет в себя Красота Конечно Красота Игручь Периодически Ну эту игру Я так понимаю Уже фиксили Один раз Но к счастью По крайней мере Я надеюсь Она будет меньше влетать Или что-то в этом духе Все-таки Инди все дела Люди не особо богатые Смотрели мы еще Эти самые Как его Отзывы на эту игру Тоже не особо хорошие Ну ладно Сойдет Это такой жанр Он никогда не будет Оцениваться хорошо Прямо По крайней мере Будет оставаться Спорным наверное Да Ну если они написали Что они Выдохновились Слендером То я конечно надеюсь Что это не чистый слендер Не только Слендером Еще одной бродилкой Ну что он Насколько я знаю Туда идти по сюжету Здесь должны быть следы Жуткая Мы единственное что видели Видели только вот Самое место Мы туда прошли И все И больше ничего не видели На ходи Давай Работай камерам Да Это конечно было не по-русски Мы сделали польский язык Там было Ты идешь ко мне Это Это странно Ты идешь ко мне Да Очень похож был на русский Очень похож Польский он вообще Он такой Словянутый немного Куда цвет явно делся Еще явно какой-то Сильно-черно-белый Ну кстати Это хоть и хоррор Но они сказали Что пытаются создать По крайней мере Атмосферу Просто такую давящую Как в Шорхе Там например Или в Пасе Ну я думаю У них получается Вот до данной пещеры Когда я все Зашел Я искал Ооо Ооо Что получилось Что происходит Как-то так. А сейчас я вообще испугался, конечно, когда это было. В конце я увидел вспышку. Невыносимый горящий свет. Боль, рвущее тело на части. Я чувствовал, что она вырывает мою душу. Через какое-то время я стал никем, ничем. Свет погас, и я исчез в бескрайней темноте. В конце я встретился с радостью. Я уже думал, что он умер на самом деле. Может так и есть? Знаешь, прикол в том, что да, возможно, он умер. То есть я с самого начала говорю, что он мне напоминает призрака. Какое-то странное бестелесное существо, попавшее сюда. И как только я это сказал, я понял, что возможно, я всем все проспойлерил. Не потому что я знал, что это правда, а просто потому что это может быть правдой. Мы единственное, что знаем, что нужно нам найти свет и идти на свет. Кстати, вот он свет какой-то. Я его видел как совсем по-другому, но мы пришли с этой стороны. Вот он свет. Пошли в свет, чё? Прямо за тобой. Вернее, я прямо за тобой. Жутко немного. Да, 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 довольно жутко. Сейчас мне звук напомнил мист, как когда в книгу входишь. Там есть такая тема. Он реально, кстати, мог умереть, мне кажется. Ну и загрузка. Как уже было, места, где вы нашли записку, будут отмечены на карте. Наверное, это единственная подсказка в этой игре, которая имеет смысл. Итак, мы закончили на самом деле первый акт, что удивительно. Но там ничего нет. Там в любом случае мы потом перезапускали первый акт, пытались что-то найти. Возможно, конечно, мы не найдём 2000 записок, но такова жизнь. Главное, слишком быстро в следующий акт не переходить. Да. А то переиграть сложно будет. Ну, может быть, их тут всего три, например, а акт второй-то вся игра... Вы когда-нибудь пытались остаться человеком? Когда другие убеждают вас, что вы всего лишь пациент, объект, который они могут починить своей воле? Когда вам говорят, что вы чудовище, которое заслуживает наказания? А вы не можете вспомнить, в чём ваши грехи, когда они забирают ваших близких, оставляя гнись в темноте? Где-то отбирали тих, кто лишь коглах... Проблема в том, что в их темноте вы никогда не будете в одиночку. Чучушка какая-то. Проблема в том, что... Я иду, что да. Я уже думал, что-то заново начал говорить. Нет, нет, появления нет. Очень-очень странная хрень, да. Вернуться можно? В этот самый, в палаточку-то? Наверное. Хотя зачем? Может быть, с ним разговаривает кто-то из Перевал Детала. Ну, так, нажмите F, чтобы получить информацию по выживанию. Ну, нажми... А, F1, не F, а F1. А, это вот как раз книжечка. Бег, левый shift, это мы уже поняли. По глубокому снегу он утомителен. Выбирайте скорость перемещения в соответствии с окружающими условиями, чтобы не переутомить свой организм. Ой, господи, то неужели нам нужно еще и не переутомить свой организм? Неужели это настоящее выживание, кстати? Перед отправкой в данный путь отдохните в лагере и выберите безопасный маршрут. Мы можем умереть, что ли? Серьезно? Вы можете сфокусироваться, правая кнопка мышки, на любом предмете, чтобы лучше его рассмотреть. Освещая путь своим фонариком, это F, кстати, реально фонарик, Half-Life, вы становитесь заметнее. Ё-моё. Внимательно изучите местность, чтобы выбрать наилучший путь. Для этого используйте карту и компас. Нам хана. Труднодоступные ущелья могут привести к интересным местам. О, это интересно. Или помочь сократить путь. Чтобы получить к ним доступ, иногда нужно будет пробраться. Левый контрол. А, то есть нагнуться под низкими препятствиями или спрыгнуть с них. Ого, понятно. Так. Ещё есть что-то? Не, нифига нет. Ну вот это выживание. Так, смотри, есть ещё. А статьи пустые. Я думаю, мы ещё ничего не собрали. Похоже на то. Отчёты статьи. Одно только выживание, да. Окей, держи. Ну это сложно. Погоди, а карта у нас есть? Фонарик попробую включить на F. F1? F. А, просто F. Да. Мы становимся заметнее. Возможно, нас какая-нибудь дварь будет преследовать. Интересно, для кого? Выключи нахрен. Да. Чего? Жуткая. Да? Да, это, конечно, похоже палатка, но... Чёрт знает. В смысле, звук это? Да. Это что такое? Лыжа? В смысле, палка? О, наши следы появляются. У! Ага. Забавно. Так. Что за огни там? Возможно, там как раз та красная тварь, к которой мы должны прийти. У нас есть какая-нибудь карта на букву М или что-то в этом духе? Есть. Так. Где мы черпали? Нас нет на карте? Нас нет на карте, потому что это дурацкая бумажная карта. У нас есть только компас. Погоди-ка. А лагерь ты видишь? Вижу, наверное, он красный. А, чё у тебя фонарик опять включился? А, он, видимо, по умолчанию. Чтобы смотреть на карту, понятно. Чтобы смотреть на карту, да. Слушай, не, ну, не, ну, нужно как-то ориентироваться на местности, иначе мы сдохнем. Угу. Куда уже палатка делать? Так, не, 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 палатка там. Куда я шла? Нет. Да. И не бей особо часто. Хорошо. Вот как меня отпускать на природу. Несколько шагов прошло, уже палатку потерял. Вот и опасно тебя отпускать-то, а. Ну, ладно. Ой, там что-то есть. Что-то красненькое. Вон там. Угу. Что это такое, чёрт побери? Смотри, оно посреди нескольких больших бугров. Что бы это значило? Возможно, это место можно будет найти на карте, кстати. Ну, пока что мне всё нравится, потому что это что-то вроде шутера без шутера для меня. Это прикольно. Господи. Господи. Что? Мне немного страшно. Да, отдай мне управление. Да, держу. Хорошо. Пускай наша судьба будет не в моих руках. Буду играть как-нибудь подурацкий. Так, хорошо. Привет тебе. А, это не Костя. Боже мой, он это читает, но я ничего не понимаю, что он говорит. Но что ещё хуже? Он это читает на польском! Ну, это хорошо. Всё равно, что на польском, что на английском всё равно. Проблема в том, как это нам прочитать. Ты сможешь это прочитать? Я нет. Что-то, я что-то вышел, выпал сразу, что-то... Интересно, это можно приблизить? Нет. Можно. Ура! Слушай, отлично. Ну что, будешь читать? Да. Я выехал сразу, как только услышал о происшествии. Я был в том районе, поэтому сообщил в институт, чтобы дело передали мне. Приехал в Вижай 19 февраля, за пару дней до спасательного отряда института. В ожидании отряда расспросил местных, известно ли что-нибудь о происшествии. Один из них сказал, что у него в районе поисков охотничий домик. И поэтому он очень хорошо знает местность. Я решил взять его в качестве проводника. Когда спасательный отряд наконец приехал, я объяснил им роль института в этой операции и предупредил, чтобы обо всех находках и наблюдениях сообщали в первую очередь мне. Расставив приоритеты, мы проверили оборудование и отправились в путь. Только 26 февраля мы обнаружили палатку, которую, похоже, оставили студенты. Беглый осмотр показал, что люди, которые были в палатке, прорезали ее боковую стенку и по какой-то причине неспешно сбежали через отверстие. Цепочка следов в снегу уходила к лесу в полутора километрах от стоянки. Но след оборвался через 500 метров, и нам пришлось внимательно обыскать все окрестности. То, что здесь произошло, нельзя назвать чем-то заурядным. Из-за окружавшей нас атмосферы у всех по коже бегали мурашки. Я был уверен, что случившееся не было обычным несчастным случаем. У меня было чувство, что мы имеем дело с чем-то сверхъестественным. Я выехал сразу, как только услышал о происшествии. Я был в том районе, поэтому и сообщил в институте, чтобы дело передали мне. Приехал в Вижай 19 февраля за пару дней до спасательного отряда. Когда спасательный приехал, я объяснил им роль института в этой франции. Да, только 26 февраля мы обнаружили палатку, которую похоже оставили студенты. Да, да, это все то же самое, почему-то вкратце. Ага. Это типа, не знаю, он выписал все самое основное. Окей. Это странно. Тихо ты! Молчи! Молодец. Так. Только не вырешусь, что это следующий акт. Нет. Вы погибли! Как это? Почему? Потому что я сразу стал читать, или что? Фонарик может спасти вам жизнь, но не советуем сведить им, куда попало. Окей. Как это мы погибли? Что это вообще было? Беги! Видимо, надо было убежать, да. Беги, несчастный! Ага. Окей. Беги, несчастный! Подожди, это что-то... Эта тварь бежит на нас! Ну, мне интересно. Нет. А. Ну, давай, попробуем. Это, на самом деле, довольно сложно будет ее догнать. Ну, главное, не упустить из вида. Может, ее и не надо догонять. Так, куда-то туда, то есть. Ага. Довольно сложно разобраться, где мы, черт и бери, находимся. Или здесь все-таки на карте есть я? Похоже на... Или нет? Нет. На карте явно показано... Так, где север? Север здесь. Я, то есть, пошел куда-то примерно на север. Хрен его знает, где я нахожусь. Пойдем куда-то сюда. Ну, в случае, то, что ты повозал эту смерть, это было забавно. Я еще чувствую, что я еще много смертей покажу. Так, куда эта хрень бежала? Сюда или туда? Непонятно. Ну, однозначно, запас силен напоминает, конечно. Все эти симуляторы ходьбы. Знаешь, вообще, на самом деле, я вообще... Так, нам не туда ли? Кроме прочего. Мне кажется, я не туда пошел, куда меня повели причем. Ты как думаешь? Мне кажется, не туда. Ну, в любом случае, иди туда. Хорошо. Здесь, наверное, тупик. Может и нет. Лучше похоже на пещеру. Здравствуйте, я ваша тетя. Господи. Очень мерзкая, стрёмная хрень. Включи фонарик. Не помогает. Он не помог. Сука. Воют волки. Воют вёлки. Осторожно. Какая-то странная палка. Угу. Совсем темно. Типа да. А это подозрительная вода. Да, но, видимо, это обычная вода, неподозрительная. Да, может быть, тут даже можно было бы набрать воды. Но нам не надо. Так, я не могу забраться выше, кстати. Странно. Не понимаю, зачем нужно это место. Чтобы сюда пришел волк и сожрал тебя. Если ты сейчас же не уйдешь. Наверное, так и будет. И будешь светить фонариком дальше. Все нормально. У нас есть сейф. Проблема в том, что я не понимаю реально, что здесь сделать. Здесь, похоже, ничего сделать нельзя. Наверное. Видимо, может быть, это место и существует, как бы, больше для атмосферы. Ну, тут многое существует для атмосферы. И больше ничего. Мне вот часто, на самом деле, в некоторых шутерах, мне нравилось просто, как бы, ходить. Вот, ой-ой-ой, что это за хрень красная? В любом случае, нас чуть не убило, черт знает что. Это правда. Вообще-то убило в альтернативной реальности. Так, ну, все понятно. В общем, призрак или не призрак, уж не знаю. Некая человеческая фигура нас явно вела куда-то скорее в ту сторону, да? Да, потому что в пещере нет ничего. Даже записи никаких. Иногда мне кажется, что падает не снег, а человек. Где-то бежит. На самом деле-то падает снег. Ой-ой-ой. Так, ну, круто. Продолжаем путешествие по этой тропинке. Главное, я продолжаю не понимать, по какой именно тропинке мы идем. Ну, куда-то идем, ладно. Хорошо. Тут есть индикатор того, что замерзли мы, не замерзли? Похоже, что нет. Это, возможно, не до такой степени выживания. И слава богу. Посмотрим. Ну, как. Я думаю, что Сергею бы очень сильно понравилось, если бы это было выживание, как больше такое настоящее выживание. А у нас из предметов выживания один коп из и карта, блин. Кстати, то, что карта на тап, это немного... То есть, не на тап, именно, что не на тап, а на М, немного неудобно. Куда я зашел? Где я? Дорогой мой, открытый мир, блин. Тут везде есть определение, только где-то. Ладно, придется идти дальше. Другого варианта я не вижу. Красиво, напоминает, как мы с тобой ночью шли. А, от Максима-то? Да. Из этого? Из Зеленоградской какой-то? Угу. А знаете, ребята, а вот мы недавно опять пешком черт знает куда ходили. Ну да, в местный этот поселок, который рядом. Так, смотри, какая-то палка. Пришли в некое Костиное. Да, действительно, это было Костиное. Какая-то палка, какой-то идол или что это? Не уверена насчет идола. О, господи, FPS упал до 18 на какой-то момент. Ну, на какой-то момент. А сейчас он 30. А сейчас 50. Ха, странно, то есть он тормозит именно там, да? Угу. Куда я иду? Смотри, серпомолт. Где? В углу. А, видишь, кстати. А, блин, ее можно разглядывать. Правая кнопка, так, может правая кнопка опустить карту, левая кнопка мыши закрыть. А, опустить, то есть вот так. А, понятно. Так. Где я, неизвестно. К сожалению. Это... А-а-а-а. Это интересно. То есть, блин. На самом деле, хрень какая-то. То есть, смотри, там написано 37N что-то 62E. Это, видимо, вот это, да? Да. Угу. А, было бы неплохо найти следующим 7N52E, да? 7N, то есть 7 это куда-то туда. 7N52. Это 9, да? Это 9, да? Это 9. Не важно, в районе. Да. Да, 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 туда. Где-то здесь что-то есть. Угу. Где-то здесь что-то есть, и туда прийти было бы неплохо. 7N52. Хм. То есть, отсюда, куда-то на север что-то, как-то так, и что-то как-то так. Да, к водоемчикам каким-то. Ага. Ну, по всей верности, где-то там и нашли этих толпанных альпинистов. А, ну да. Понятно. В общем, у меня на карте более-менее обозначено, куда было бы неплохо прийти. Черт уверей. Ладно, пойдем пока туда. Может быть, что-нибудь найдем? Извиняюсь за урожение. Я не отношусь предвзято к этой самой трагедии. Действительно ужасно. А. То, что случилось с тургруппой Дятлова. Не, ну понятно, что мы себе такого не желаем, и вам в том числе. Это вполне естественно. Э-э-э, что происходит? Ветер? М-м. Я... Мне на самом деле очень интересно было... Был этот инцидент. А-а-а! То, что там куча версий. И то, что сейчас происходит, тоже, в принципе, неплохо. Да просто ветер. Не просто ветер, все почернело. Потому что ветер, деревья там, не знаю. Нет. Потому что все почернело. А-а-а. А-а-а. У тебя действительно все довольно стрёмно. А-а-а. Где я? Северные волки воют. Ой, я че-то-то... Вон они, че-то указывают, смотри. Куча людей туда бежит. Куда-то. Ох, ё-моё. Лавина. Нет, не может быть. Мне в любом случае, я думаю, надо как-то следовать за этими людьми. Может быть и не надо, но... Ну, в любом случае, это имеет смысл. Попробуем бежать... Может, духи дятловцев? Возможно. Хотя нет, их не так много было. Или это одни и те же? Не знаю, но мы явно бежим куда-то в какую-то фигню. Да вокруг нас тоже фигня. Надеюсь, мы сейчас не идем в какой-нибудь другой акт? Я сомневаюсь, что другой акт характеризуется другой территорией. Это хорошо, если так. Куда мы бежим, черт побери? Мне кажется, что они меня сейчас заведут на смерть. Ну, если это призраки дятловцев, и если эти фигуры повторяют их движения... То да. Может быть. 47-ен... 47-73, да? Да. Ха. Это где мы сейчас находимся или нет? Никаких 47-и у меня нет в списке причем. 45 только я вижу. 47-73. Так, это где я? Где-то здесь? Похож. Мы в противоположной стороне, наверное. Если мы вообще находимся там, где написано здесь. Да. Но если мы находимся именно здесь, мы пошли в противоположную сторону. Ладно. Черное дерево, да. Смотри, мерзкое дерево. Причем там какой-то... Что-то... Катакризм там какой-то, ебл. Там... Какая-то хрень, да. Ну ладно, пошли к дереву. Раз так. Ух, ё! Оно снег разморозило. Первые два трупы... Ну, читай, чё. Аааа... Пы, мы... Мы, мы обнаружили первые тела у подгон ножья сосен. Судя по наспех разведенному костру, они пытались согреться. На телах было только белье. Я решил тщательно обследовать район между палаткой и границей леса. Тела лежали каждые несколько сот метров. Их положение указывало, что жертвы пытались вернуться в палатку как можно быстрее. Либо укроза исчезла, после чего группа решила вернуться в палатке, либо произошло нечто противоположное. Кто-то или что-то появилось из леса и обратило её в бегство. Сейчас сложно сказать, что произошло на самом деле. Я собрал небольшие образцы со всех тел. Чтобы исследовать их в лаборатории нашего института. Я обсудил ситуацию с остальными членами спасательного отряда. После чего они сосредоточились на визуальном изучении палатки и территории возле деревьев. А я вошёл в лес. Ихана, ему было! Думаешь? Мы, кстати, уже очень много чего записали. Бежим! Подожди, подожди. Или ты хочешь посмотреть на эту смерть? Не-не-не, мне кажется, может быть, смерти не будет. Я не уверена. Всё-таки там была особая хрень. Там всё-таки был прям взрыв, а здесь, видишь, ничего не происходит. Просто этот самый, просто ветер поднялся. Ага, сейчас схватит тебе дерево и сожрёт. Не, я думаю, нет. Я ему немножечко доверяю. Она всё-таки умерла в конце-то концов. Дерево? Да. Ты думаешь, оно похоже на дерево из сунной лошины? Кстати, да, действительно. Как сейчас выскочить всадник без головы? Выскочить, выпрыгнет. И заберёт всем мир мёртвых. Пойдут клочки по заколочкам. Мы действительно ушли куда-то хрен знает куда. Так, это мы открыли вот эту часть. Слушай, нам действительно, видимо, нужно будет всячески пытаться разобраться в навигации и понять, собственно, как нам попасть в разные координаты. Интересно. Мне нравится. Не стой, пожалуйста, там. Да нет, всё нормально. 7,52. Нам стоит пройти довольно далеко на север. Вообще неплохо нам бы двигаться вот по этой дороге. Короче, если пройти от дерева на север, можем встретить дорогу и можем повернуть направо по этой дороге. Вот дерево. Вот, секундочку. Вот север, да. Привет. Это тварь. Это реальная тварь причём. Привет. Она идёт на нас. Мяу. Мяу. Мяу, да, действительно. В самом деле. Мяу. Так, слушай, я боюсь, мы заблудимся, конечно. Она идёт. Она действительно идёт. Ты абсолютно не ошибаешься. Это действительно, грубо говоря, ещё одна смерть. Так. Но я всё равно считаю, что нам нужно пока что двигаться на север отсюда. Давай только быстро. Я постараюсь. Я вот, как видишь, такими рывками, наверное, буду передвигаться. Не останавливайся. Нет, я буду слегка останавливаться, но только слегка. А. Ооо. Наверное, это была действительно опасная тварь. Я уверена, что да. Хм. Было бы заводно, если бы таким образом мы, получается, лишились бы, наоборот, какого-нибудь... чего-нибудь нужного. Так, по крайней мере, понятно, что движение нужно вести куда-то туда. А, привет тебе, Рожа. Привет. Она прикольная. Рожа имею в виду. Рожа прикольная, монстра не очень. Не застревает. Монстр тоже прикольный, когда он чуть-чуть подальше от тебя находится. Как можно дальше. Так, окей. Еще не разбиться. Так, слушай, там что-то есть. Еще одна записка. Сидимы в покое номер двадцать шею. Сидимы, это не до конца слова. Мы сидим в комнате номер двадцать три. Хотя слово сидим не очень подходит, наверное. Наверное, это слово, да? Мы бегаем по комнате. Какая странная чушь. Давай это почитаем. Вот. Мы сидим в комнате номер двадцать три. Хотя слово сидим не очень подходит. Мы бегаем по комнате, пытаясь закончить сбор всего, что нам пригодится. Консервов, инструментов, в общем, всего, что можно взять. Хотим быть уверенными, что взяли все, что нам может понадобиться. Опаздываем. Куда я положила свой ремень? Мы точно что-то забыли. Почти готовы. Потеряли нож. Перечитываем деньги. Перечитываем. Да, видимо, здесь так и написано. Так. Итак. А, и вот. И уходим, оставив комнату в полнейшем беспорядке. Итак, мы на вокзале. Поем все песни, которые знаем. Это известная чушь. И еще новые сочиняем. Да, да. И новые сочиняем. Все так взволнованы. Наконец, около трех ночи мы легли спать. Интересно, что нас ждет, когда мы туда отберемся? Что мы увидим? Как далеко дойдем? Я слышу мерное дыхание остальных ребят. На улице идет снег. Так, ну что, тварь сейчас появится, нет? Я думаю, да. Я пока никого не вижу. Ну, я подозрительно отношусь к запискам. Так, ну что, я думаю, нужно попробовать выйти. Думаю, да. Или хотя бы в главное меню. Возвращение, главное, не сохраненный прогресс будет утерянным. А где был сохраненный прогресс? Аккуратней тут. Если что, мы, может быть, сможем повторить наш прогресс? Как ты думаешь? Не знаю, ну попробуй уйти отсюда. Ладно, ладно. Так. Мы просто уже записываем где-то, я думаю, минут 50 или 40. Да, многовато, конечно. Да нет, нормально. Просто понять вообще, до какой степени мы можем продолжать. Пока что могу сказать, что мне игра нравится очень сильно. Мне тоже. Вот. То есть, они все наезжали, наезжали. Мне как-то, блин, все как-то зашибись. То есть, это типа, может ли атмосфера заменить отсутствие геймплея? А, да, мы здесь появляемся. Все четко. Появилось ли это место на карте у нас? Да. Да, вроде бы. Я, похоже, действительно двигаюсь примерно по той дороге, по которой хотел двигаться. Хорошо. Что, хорошо. Ну, что, ну, отлично. Боже мой. Что? Пойдем отсюда, пожалуйста. Все нормально. Из игры продолжим сейчас же. Мы сохранены. Кстати, вот именно этого места, которое мы сейчас почитали на карте, ну, здесь не на карте, а вот среди крупных событий больше нет, к сожалению. Так что, даже если мы пройдем все крупные события, все те мелочи, мы, к сожалению, можем пропустить. Ну, эти игры вообще очень сложно всегда открывать на полную. Вот. Поэтому, наверное, откроем не на полную. Так, ну, что? Мяу. Всем бай, что? Бай, ребят! Бай. До скорой встречи. Мы, по крайней мере, продолжим эту игру. Я хотел, когда мы начнем, сказать, типа, ну, не факт, что мы ее продолжим. Похоже, что мы ее продолжим и закончим. Нам нравится. Вот. Все хорошего. Бай.